Товарищ Порошенко, наведите, пожалуйста, порядок, если вы настоящий президент, если вы человек слова. Дайте, соберите нормальных, адекватных людей, профессионалов армейских, которые реально смогут дать отпор вот этому чудовищу, которое сейчас здесь сотворилось. А мы этому поможем. Иначе я вам говорю, что оно, наверное, развернется все в обратную сторону и поедет на Киев. У нас слаживается такое мнение, у всех находящихся здесь, что нас используют как пушечное мясо. Какие-то определенные боевые операции, они проводятся непродуманно. Люди наших вооруженных сил бросаются на определенные позиции врага без определенной артподготовки. То есть сначала бросаются люди, они гибнут, они получают тяжелые увечья, а потом проводится какая-то артподготовка. То есть такое мнение создается, что люди не только не уберегают от определенных негативных последствий, а наоборот на них толкают. Эта война, она не прекращается, не локализируется, а наоборот умышленно затягивается. Операции, которые проводились здесь, они проходят в таком разрезе два шага вперед, два шага вперед, три назад. Соответственно, люди заняли определенные уже блокпосты территории неприятелей, будем так говорить. Замясть того, чтобы удерживать их и продвигаться вперед, и заняли их ценой своей жизни и ценой своей крови, они отошли назад. То есть занятые позиции, они опять оставили и беспрепятственно дали сепаратистам, всем остальным, которые на той территории свободно их заняты. А у нас, у ребят, которые здесь есть, слагается такое мнение, что фактически мы никому не нужны. И лучший цвет, можно сказать, нации, которые с оружием в руках смело могут отстаивать интересы страны, просто бросаются для того, чтобы их здесь уничтожили. Для того, чтобы в стране смелых людей, которые могут заявить во весь голос о правде или неправде, тех же самых наших руководителей, их не было. Мы стоим, играем пинг-понг. Они обстреливают нас, а мы обстреливаем их. А толку в этом нету. Конфликт не уменьшается, а становится больше и больше и расширяется. Представьте, что мы здесь абсолютно бесплатно защищаем нашу страну. Но за 15 дней нашего пребывания здесь от государства мы не получили даже хлеба. Нам даже, блин, воду сюда непостоянно подвозят, потому мы не имеем возможности даже иногда умыться в несколько дней. Государство нам не дает ничего. Это только спонсоры, волонтеры. Они пекутся, то есть это те же самые граждане нашего государства. Ну а экипировка, харчин, вода? Куплено за наши деньги. Мы попросили нам привезти блоки для того, чтобы открыться от определенных атак минометов. Нам привезли пеноблоки, которые простреливаются с простого АКС насквозь. Это, наверное, какое-то просто издевательство над нами. Мы просто стоим и ждем, пока на нас мина упадет на голову. Или где-то снайперская пуля пролетит. Поверьте, что здесь это каждый день и по нескольку раз. И есть у нас и жертвы, и есть у нас и раненые.